Привет! Здравствуйте! Меня зовут Матвенко Юлия Николаевна, 28 лет, нахожусь в декретном отпуске. Аплодисменты! Всем, кто в декретном отпуске. Месяц? Да, всего месяц нам. Вы в хорошей форме. Ну, стараюсь. Ну, радуй нас. Вы знаете, пока мы находились до эфира в комнатке вашей тайной, просто чтобы разнообразить как-то время, мы решили поиграть. И мне вот сейчас дали задание, просто мне нужно изобразить кое-что, вы должны угадать, что это. Сейчас, минутку. Это как называется игра? Крокодил, по-моему, да? Когда надо угадывать. Ну, среди девушек, получается, игра очень жестокая, потому что задание писали все, кто во что гораст. Вы уже изображаете или нет? Сейчас, секундочку, подождите. Это мишень, правильно? Это лотерейный, этот. Ой-ой-ой. Мне нельзя подсказывать. Слон. Правильно. Как ты угадал? Ну, Индия и Кога. Ну, по-моему, она совсем не похожа на слона. Ну, я так и думала, что точка как-то вас наведет на это. Точка навела на мысль сразу, да. Я об этом так и подумала. Индийский слон. И еще меня отправили... Нет, подожди, слон-индус, я бы даже... Слон-индус. Меня отправили передать вам сообщение от Ростелекома. То есть, при звонках с Ростелекома нужно всегда соблюдать правила этикета. Нельзя никогда спрашивать, где человек находится. Нельзя. Объясните мне, почему не нужно. Это для женщин правило. Это правило этикета, да. Женщина не должна у мужчины спрашивать, где он находится, чтобы не поставить его в неприятную ситуацию. Может, я хочу его поставить неприятную. И при, допустим, деловых разговорах никогда не нужно использовать такие фразы, как «ага», «ога», «моя дорогая». Ну, это же деловой разговор. То есть, деловые люди должны общаться по-деловому. Согласен. Окей тоже нельзя, да. Я помню, президент нарушал, значит, этикет в Америке какой-то из них, да. Какие-то все они там нарушают постоянно этикет. Ну да, еще благодаря Ростелекому можно получить безлимитный интернет за 150 рублей и звонки, телефонные звонки всего за полцены. Ну вот вы так хорошо знакомы с Ростелеком, у вас, например, там косыночка. Меня отправили передать сообщение, соответственно, я должна и выглядеть. Вот молодец. Особенно точка вот эта. Точка на лбу сразу говорит, что… Ну как, как Ростелекому не имеет никакого? Надо было не точку рисовать, а вот эту закалючку, которую Ростелеком. Ну, тогда вы бы не угадали. Мне пришлось бы полдня изображать, что это сон. Какая самая знаменитая семья Ростелекома? Кто пошел по Ростелекому, говорю. Простите, что? Какая знаменитая семья Ростелекома? Вот так вот. Отвечайте сами, Роман, на свой вопрос. По телевизору что видите? Дело в том, что нет, я по телевизору не видела, потому что я находилась как бы в роддоме, сейчас мне я ребенком занимаюсь. А так я использую инфоцентр, так вот получилось. А так-то это наша семья говорит, да? Кнопкины. Когда вдруг ее видели. Кнопкины общаются точно. Я и думаю, что за семья? Как фамилия этих общающихся друзей в семье? Я предлагаю не задерживать Юрию Николаевну, потому что... А может она еще что-то хочет? Ребенка кормить надо. Или на что-то ты еще людям хочешь? Какое-то послание, не знаю, какой-то талант свой? Я хочу пожелать всем девушкам, которые участвуют в проекте, удачи и смелости. Потому что я сейчас была там, и там на самом деле девушки все очень переживают, все у друг друга интересуются, как, что. И на самом деле девушка одна зашла, сказала, поздоровалась, говорит, вы мои конкурентки. Я говорю, нет, мы не конкурентки. Потому что она самая... Мы тебя просто убью сейчас. Нужно бояться. Но на самом деле вы еще не все знаете, что там происходит. Расскажи нам, что там происходит. Ну это тайна, это потом вы узнаете. И там просто есть такой манекен, ему придумали имя и сказали, что это член жюри. И нам дали задание что-то с ним сделать. И там над ним девочки издеваются, да. А вот неправильно. А можно подробнее, член жюри с именем каким? Давайте уже уточним. Нет, я не могу, я не могу, я тогда всех подведу. Не могу. А ты что делала с этим манекеном? Честно? Да. Я пинала. Пинала и говорила, что ты мой, выбери меня. Там очень громко кричали. Так, за такое не выбирают. Надо было по-другому. Ну я честно вам сказала. Спасибо. Спасибо, Юлия, вы нас прямо это... Порадовали. Заинтриговали. Бери конфетку. А можно три? Можно. На всю семью. Кнопкин. Кнопкин. Подожди, там явно не три.